Светёт богульник год за годом, над волнами парят мосты, обращены к небесным сводам, церквей злочёные кресты. Эти строчки Геннадий Шлапунов посвятил Приморскому краю в преддверии дня рождения региона, где он родился, жил, и память о котором трепетно хранит, находясь за тысячи километров в Москве. Закрытый тогда ещё Владивосток, место своего рождения, вспоминает, как красивый город на берегу Тихого океана. Друзья, учёба, музыка, работа в этом городе. Я начинал работать в порту торговом, начинал свою трудовую деятельность. То есть, это близкий, родной мне город. За плечами большой опыт общественной работы в Приморье, Москве и зарубежных странах, статус академика, члена Союза писателей, книги, успешная карьера. Но связь с дальневосточным уголком России была и остаётся крепкой. Тем более, Геннадий Семёнович – ровестник Приморского края. 20 октября он тоже отмечает 85-летие. Мы планировали с супругой на 80 лет приехать в родной край, в родной город, побывать в тех местах, на Орлиной сопке, где мы бывали. И вот тогда я задумался, что действительно это интересное совпадение. Но не сложилось. Любимая супруга Лариса Васильевна ушла из жизни. Родные места Геннадий Семёнович не видел лет 20, но мечтает побывать на малой родине. И первым делом, своими глазами, увидеть один из главных символов Владивостока. Потому что я ему кланяюся, в своём стихотворении, я ему низко кланяюся, конечно, к Золотому мосту. Свой юбилей Геннадий Семёнович отметит в узком кругу в Москве. А далёкому, но всё же такому родному Приморью в день рождения желает процветания. Цвети, как жемчуг раскрывайся, земля родная, отчий дом, а кто вдали, плачь, улыбайся, пусть в сердце тает сладкий ком.